Время, время. Время, время. Время, время. Время, время. Да-да-да-да, давай. Ну давай, комментируй свое художество. Ты за кого играл? Я за Австрию. Здорово. Ну вроде Австрия. Блин, я хочу посмотреть, как быстро человечки бомблили. Ого-го-го. Ого-го-го. Поздравляю. И еще дополнительные кнопки мышки. Так, ну начало... Стоп, что? Нихера ты дикий. Склад. А, ну у него очень крупные домики, да, ему можно. Логично. А склад надо нахера сюда. Ну, потому что побыстрее еду будет. Там еда будет таскать. Там еда будет таскать в городской центр, а эта еда будет таскать в склад. Да какая разница, караваном все равно растянет. Я фиг не знаю. Типа, если тебе далеко бежать, он просто кучу караванов наспаунит и такая дорожка будет из них. Ну, пофиг будет все равно. Хотя, кстати, неплохо таскает. Это точно мельница первого уровня? Ну да. Видишь, прям, прям вот так вот. Только один уходит, другой приходит. Можешь кликнуть? Ну, пятнадцать. Именно на... Видишь кружочек? Видишь кружочек? Какой, блядь, кружочек? Да вы... Сука ты, блядь. Все. Он видишь этот кружочек. Какой, блядь, кружочек из... Нахер иди, короче. Все, у меня не надо, что... Иди на официант. Ты тоже мне послали. Пятнадцать рабочих. Ну, блядь. Я и говорю. А, ну да, вот. Тут три, четыре, да. Они их спаунят по дороге. Вот они бегают. Нормально все. Блядь, Ваняндр, ну ты комментировать будешь или нет? Или мы сами догадываться должны, что тут происходит? Ну понятно, охуенно получается. Просто... Сиди, догадывайся. Да тебе что не нравится? Я вот... Какие проблемы мне не могу понять? Ну какие, блядь... Я не... Ну, блядь, вы сражаетесь. Я типа вас позвал посмотреть. Я комментировал... Ну да, да, ну... Происходит бой, охуеть. Очень-очень гейски. Тут, блин, я не успею посмотреть детали на такой скорости. Ну да, вы сражаетесь. Угу. Да. Нормально. Окей. Где что-то? Ну я убрал его с этого с экрана пока что. Ну ты, о, кавалерия пришла. Вы что-то пихали. Что-то ты слишком самоуверенно, кстати, вперед пошел тут. У тебя был всего лишь один отряд пехоты, ты такой, ну, блядь, почему... Почему бы вперед не пойти? Он развалил больше чем тот. Так он потерял отряд кавалерии и этот... и отряд пехоты. А тот потерял два отряда пехоты. Блин, ну кавалерия ценнее будет. Не знаю. Кавалерия медленнее делается. Тут сражение просто. Да, но... Сама по себе она ничего не... Не, ну сама по себе, да, но... В сражении она очень ценная. В сражении, да. То есть, если она комбинируется... Блин, ну ты... Я не успеваю. Тут нужно, чтобы тот, кто играл, говорил, что куда смотреть, что... На что обращать внимание. Непонятно. Ну вот сейчас он на хентре воюет. Он, видишь, контролирует. Да и... Я тут сам помню, что происходит. Ну, бля, да. Ну, потом идти поиграли. Да, хират, идики, вошел просто такой, а почему бы нам вперед не пойти? Ну, давай. Ну-ка, бой кавалерии. Не, ну тут, наверное... Ну да, кавалерию тут, конечно... Ну да, это такое маленькое правило. Не атаковать отрядом кавалерии. Одним. Отряд пехоты. Это бессмысленно. Тем более, он специализирован в проукопавшем бою. Да не в том дело. Если отряд заряжен, да и... Да и разряжен там будет. Потому что тут 12+. А тут ты... Больше, но... Не знаю. Зря набирал. Зря ты убегал, Ваня. Ну а че поделать? Да. Ну лучше бы дрался до конца, может, отбой побольше бы убил. Блин, у меня тут хавчик перед носом. А мне тут, понимаешь, смотреть нужно. А, влизываешься, да? Да, да, да. У меня тоже спиноотделение пошло. Так, кстати, Ваня Андер снизу че-то тут интересное думает. Этот сверху. Вообще, прям даже не думают закрепляться такие, просто бегают всюду. Ну вот, в принципе, не надо закрепляться, Джин, я тебе еще раз говорю. Лучше... Лучше... Ну, поэтому вот такие вот качели, везде все, ну не то что в проблеме, но... Ну вот, смотри. Это ж, ну да, вот, ну вот такое вот начинается, когда ты не закрепляешься. Ну, по бегутке, да. Ну да, ну а ты теряешь концентрацию. Где скачать данную версию казака? Вообще, это лицензия. Ну а так, в группе ВК нашей есть ссылочка на пираты. Че? Че? Снизу умер отряд, по-моему. Облангер от Ландвера. Возможно. У Киландвера до конца игры простоят. Да? Да. А, ну они прокачаны, и тем более еще это... Плюс 40 защиты. А если бы там еще и были эти, какой там офицер... Ну он тоже какой-то тупой, почему он чисто вперед ломился? У него же, блин, кавалерия. Он просто спамит. Вот он всю жизнь спамит. То есть, ты же в линии стоишь, возьми да обойди кавалерий. То есть, стандартное действие, в чем проблема? Ой. Он до сих пор влез в этот отряд. Во! Тут это... Не сильно слышно, как я хрущу? Да нет, вообще не слышно. Отлично. А, не, ну в дискорде не слышно, там идет порог громкости на вход. Вот тут он мне крестов вырезал. Всех? У них вырезал пять, наверное, я не помню. Ну, это гейтис. У него осталось пять крестьян. Если он все не перекинул на еду. Конечно. Кстати, это, он захватил городской центр и сейчас он строит... А, не-не-не, это просто не показывает количество. Да, посмотри на карту внимательно. Вот-вот он мне крестьян спер, был такой. А, то есть, он спер креста и куда... А, вот, вижу. Я говорю, у него там три казармы, по-моему, он будет, если я правильно посчитал. Как по мне, лучше поставить еще одну эту... Как ее? Так он и камилку поставит и все на слюте. Не волнуйся. Он там шилки по пять отрядов будет просирать. Он просто отправляет через правую кнопку и все, короче. Не, ну в принципе, если один раз так вот пропустить, даже маленький отряд... Ой-ой, самое грустное, это терять несобранную кавалерию. Я всегда стараюсь убежать. Потому что кавалерия строится-то долго. Не, ну это и есть. Блин, ну он вообще здесь. Ну смотри. Вот этот качель, вот такой вид казака я просто ненавижу. Когда просто ты бежишь на него оттуда, он бежит на тебя отсюда и не получается нормальный фронт. Это уже игра в механику, а не игра в войну. То есть ты скорее, ну, пытаешься максимально использовать механики. Ну я просто знал, как он будет играть. Не, ну я понимаю, я просто сетую на саму игру, скорее. Ну я понимаю, мне его тоже не нравится. Ммм. Не, на пальцах вообще. Тут походу Блокгаус помогал. Там посмотрите, там снизу, на нижнем железе у Салатового. Там казарма моя, по-моему, стоит. Австрийская. Ну. Лево, 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 лево. Налево еще бери. Центральное железо зеленого, центральное железо зеленое. Левее. Пока что нет. Левее. Народ, тут задержка, задержка. Ну ты смотри на задержка. А, во, вижу, вижу. Нашел. Не понял. Это под порохом. Здорово. Без разницы. Левее железо, ниже пороха. Ну а меня... Сейчас создание. Ну да, да, да. Ну я думал, ты по памяти. Не, ну тут за счет этих чуваков... А, ну да. И теперь еще один залп. Ну ты, я так понимаю, попытался первой линии выстрелить, но не получилось. Чё? Вот мне тоже интересно, почему не получилось. Я ничего не понял. Не, ладно, меня... Скорее он перерезал ополчение и потом... О, господи. Они что, все еще будут жить? Они будут... А как они вперед побежали, алё? Это как? А вот они сами бегут, и у них при этом защита. Да, я смотрю, они в стойке. Это жаба, да. Вот они в стойке, и будут играться, и прикинь, какое мясо. И у них при этом защита 40, короче. Да, это жаба, да. Не, ну там у тебя юниты прокачиваются, пожалуйста. Да, они прокачиваются официально, потому что он просто... Ну отправляет и забывает, короче, и все. И за счет прокачки, то кто его вынес, мне кажется. Ну я выносил-выносил, а потом у меня сервер вылетел в конце, короче, и все. Ну и я не мог до сегодняшнего дня запустить сервер. Лол, ты выжил? Нормально. Да, этот отряд там будет стоять еще 10 лет. Нет, мы фузов. А, мы фузов нет. Нормально. 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 Не звони на лице. Солдаты голодают. Так, ну допустим. Блин, а... Ну хотя две казармы, когда такие активные размены, да, эффективны в целом. Тем более фузов, я считаю, нужно штамповать. А не, а вы что? Не, ну он... А у тебя не хватка пороха или у меня баги? Не хватка, конкретно. У меня просто пороха в натуре не хватает на него. Слушай, так а что ты не делал этих вольтов? А нет у Австрии вольтов. Ага. Да есть. Да что ты сейчас не делал? Чувак, у вольтов же повышенный урон от стрелков и еще и два пороха на выстрел. Алло, это ж выгодно. А у гренадеров 10 пороха на выстрел и еще и гранаты стоят пороха. Ну вот сейчас я, короче, решил вот здесь стать двумя отрядами и вот у него бегут все время конвейеры. Я просто гранаты кидаю, все разбегаются и так будет, наверное, минут 10, короче. Но он же ж без барабанусов без этого добра. Вот короче, просто смотри вот в центр, что сейчас тут будет происходить. Просто эти два отряда будут кидать гранаты и все будет сбежать уже. Ну да, тут ты конечно немного. Да это тупо вообще он, я не знаю чем он думает. Да не, я посмотрел как ты мимо благауза шел. Вот смотри смотри. Ну да, на ипп. Три гранатки и все, и все разбежатся. Ну смотри, сейчас дверь будет. Все, это питание. И сейчас опять. И вот так вот будет все время, короче, понимаешь? Ну сейчас бомба будет. А, ну вот выстрелил. Не, ну тут я видимо уже отвлекся на что-то другое и все. Игра была бы прекрасна, если б тут был бы функция, приказ типа стрелять и когда будет враг в красной зоне, все. Ну было бы замечательно. Происходит вот такая вот херь. Вот, да. Прибирай. Нет, ну вы видите, да, что происходит? Даааа. У тебя ультра элитный ухо. Да я говорю, это не игра, это говно какое-то просто, я не понимаю. И не если ты был бы за Россиюшку. Да я мотан так не могу вообще. Знаешь чего тут не хватает? Пара легких пушек. Ну вообще, да, просто. Да у меня и так пороха нету, видишь? Я поэтому гранаты и кидаю, потому что нету пороха просто. Ну так закупай. А эти гранаты они тоже живут в порохе или они? Гранаты не живут в порохе, вот ты без него. Вот. В этом и прикол. Вот мне все разы, думаю, мы попустили, когда он ко мне на базу заходил. В кавалерию. А, отряд? Он просто один отряд пошел. Один отряд, поверьте, видели? Угу. Угу. Вон у меня там железо, он захватил кавалерию свою, я забыл про него. Блин, опять пехота в рукопашку побежала. Угу. Да, она могет. Плюс 9. Хе-хе-хе. Да вы посмотрите, сколько они убили тут. 500. 500. Это же просто мурах. Вот видишь, он просто отправляет, просто отправляет, все, я уже не знаю. Да. Хоть бы знаменосов дел каких-то. Ну, блин, да. Это, это... Сколько мой максимальный плюс был? 35, да? Может все разрубить? Напиши сейчас какую-то, смотри. Кстати, Джим, посмотри на... Да, на связи. Ну, 20 и... Ну, плюсик там динамичный. Да, 20-ка, да и все. А, а в линейке у угорцев почему-то при полном архитерском составе 42. Ну, потому что, этот, знаменосец добавляет, по-моему, двое. А, знаменосец добавляет к броне? А у вас не скажу, что знаменосец, у коробки. Ну, не знаю тогда. Как-то немножко это не сходит. Тут кавалерия его режет, пытается. Ну, понятно. Это дичь, видите? Он просто... Просто его много и со всех сторон. Он уже просто надоел. Как ты оставляешь их, ё-моё? Это он забаговалось так, удачно? Чё, кого? Да, забаговал. Ну, то, что пехота сама выбегает вперед. У этих пацанов 700 киллов. Это, это... Это бас такой, я не знаю, я не хотел. У ландваров 700 киллов. У меня такой бас, но это слишком жалко в таком случае. В такой ситуации. Ещё карту. Да мы столько не сыграем карт. Ну, это пробуем сейчас. Блин, он опять у тебя дома. Это, это нормально. Вот он постоянно заходит. Смотрите, он... Видите отряд мой сверху? Который мой порох прикрывает, по-моему, домашний. А. Ну, да. Вот, короче, нажми на него, Джимми. 58 киллов. Вот он просто его отбегает, короче, и всё, и мобал потом. А-а-а, внизу кавалерий? Да, просто одним отрядом и всё. Сволочь! Ну, да, даже я так не делаю. Я, конечно, забегаю к Христиану, но когда я уже сам у него на базе, там, и гринками всё ему клеить. Ну, не просто так-то. А прикинь, он поиграл за Россию и всё это знаменоносцами накидывал. Ну... Да жесть, конечно. Да, ты немного не контролил. Ага. Ну, понятное дело, я... Вот, видите, просто... Я тут обычно булгауст ставлю на перекрёстке. Ну, я, видишь, он... Не, ну, он бы тогда Гренок подвёл бы. Хотя... Он до Гренок обычно не доживает, он просто заспамливает и захватывает ГЦ, и всё, и он побеждает. Это самый первый человек, с которым я играл. Типа, я его терпеть не могу, вообще-то кучму. А-а-а. Даже так. О, просто мясо. Понимаете? А чем за Россия тогда не играет? А, ну, Ландвар дешёвый. Ну... Ну, вот обычно Завстрю играет. Ландвир от нас спамит, накопит кавалерии 10 отрядов пока спамит, и залетает ещё. Угу. Типа, он даже тяжёлых конец не делает. А чё не Ландвир... А чё не Франция тогда? А не знаю. Хе-хе-хе. А не знаю. Угу. Чё, как вам Ландвиры, Мэри? Хе-хе-хе. Вообще жопа. Вражеский отряд паникует. А ну, все побежали? А, нет. Это наоборот. Ну, в конце. я там не у него на базе нет у меня я уже типа вот зашел вот сейчас там по моему гренки мои пойдут туда и у меня игра вылить короче и все куда то есть мы сервер вылите сервер закроет просто мы даже мы короче мы даже не заиграли это говно понимаете вот настолько это ужасно была игра но я не хотел комментировать а вот пришлось сказать потому что здесь как ничего не сказать ну я думал тут нечего сказать а тут конечно да он 5 раз говорю на базу там не заходил этим одним отрядом кавалерии вот все вот такой говно я что-то весь реплей жрал ну ладно потому что нас тут реально вот если бы ты играл за россию прикинь спиздил твоих гц и берет из твоей казармы просто что будет барабанусов и всех остальных по дешевке они же совместимы по идее или несовместимы вот хер знает кто с кем ну типа русские барабанус это бы с его родными и отрядами она наверно нет я думаю ну ладно но это будут такие элитные части с барабанами я вот короче пытался зайти на сервер и спросить у него это он сдался или это у меня вылетел и я так негодовал вообще потому надоело да я говорю это у меня как вылетел вот я за испанию я конечно вынес там по-моему на на флоре что-то там я просто спаю горели из полтора часа это мне так наскучило что невозможно у меня там глаза слепались даже два на одного сыграем